Что если наша планета на самом деле огромный космический корабль? Как советский ученый еще в 50-х годах изобрел двигатель, который должен будет спасти нашу планету? Всем привет! С вами Фенимор. О том, что наше Солнце не вечно, ученые говорят давно. Американский физик и инженер Роберт Зубрин высчитал, что наше светило каждый миллиард лет разогревается примерно на 10%. Другие подсчитали, что уже сейчас на Солнце выгорела половина водорода. Когда он закончится, Солнце перейдет на горение гелия, который также когда-то закончится. После этого наше Солнце станет красным гигантом или даже сверхгигантом, а затем и сожмется до белого карлика и постепенно остынет, либо взорвется, став новой, сверхновой звездой. К счастью, человечество этого, скорее всего, не увидит, так как на стадии выгорания водорода Солнце увеличится в три раза, температура на Земле достигнет больше 100 градусов, и вся экосистема просто сгорит. На этот случай советский ученый-инженер-физик Георгий Покровский в 50-х годах изобрел двигатель, который по его задумке должен будет спасти всю планету, превратив ее в огромный космический корабль, а все человечество в один большой экипаж. Военный инженер Георгий Покровский был участником ядерной программы СССР. Он прославился проектами двух плотин, которые были построены в Средней Азии методом направленных взрывов. Эта плотина на реке Вахш в Таджикской СССР и высокогорная противоселевая плотина в Медео в Казахской СССР на Малой Алматинке. Удачное воплощение проекта, а также прогресс советских ученых в обуздании ядерной энергии натолкнули ученого на мысль, что очереда ядерных взрывов может в будущем спасти Землю. По проекту Покровского, Землю предполагалось увести с орбиты, плавно, по спирали. Для этого в районе Антарктиды нужно было построить огромный ядерный двигатель. С помощью направленных взрывов ученый планировал создать огромный кратер, сильно укрепленный по всему периметру. В этом кратере нужно было собрать просто гигантский термоядерный двигатель, реактивная строя которого должна была совпадать с осью вращения Земли. Таким образом, Северный полюс должен был стать носом этого огромного звездолета. В кратер следовало бесперебойно подавать ядерное топливо, а также воду, которая, смешиваясь с выбросом, должна была служить реактивным балластом и одновременно поддерживать реакцию в двигателе, распадаясь на кислород и водород. Чтобы ядро планеты не разогревалось, подложку кратера следовало выстилать толстым слоем льда. Покровский подсчитал, что несколько сотен последовательных атомных взрывов смогут создать постоянную тягу, которая способна сдвинуть планету с орбиты. Чтобы Земля могла маневрировать в космосе, нужно было установить ряд дополнительных двигателей. Оптимально нужно было их распределить по экватору планеты. Покровский понимал, что при направленном движении планеты может возникнуть целый ряд проблем. Основной из них он считал затягивание атмосферы в камеру сгорания двигателя. Второй неприятностью могла стать огромная прорывная волна, которая могла возникнуть в начале движения. С ней Покровский собирался бороться с строительством множества плотин, опоясывающих все океаны. Скорее всего, вы сейчас думаете, что это сумасшествие. Ничего подобного. В конце 20 века о возможности смещения Земли с орбиты активно заговорили и американцы. По их подсчетам, уводить планету из Солнечной системы человечеству не обязательно. При разогреве Солнца было бы достаточно всего-навсего отодвинуть Землю от светила на каких-то 5-10%. И этого было бы вполне достаточно, чтобы сохранить жизнь на планете. Как всем известно, любому двигателю нужна дозаправка. Пополнять ресурсы ядерное топливо, воду, минералы предполагалось на поверхности других планет, мимо которых могла бы пролететь Земля. Звездолету следовало осторожно выйти на орбиту, взаимно вращаясь с другими планетами, а после спокойно пополнить ресурсы с помощью орбитальных лифтов. Наполненные гелием, огромные воронки из полимерных материалов высотой 160 километров предполагалось строить на поверхности планет. У основания их диаметр мог достигать 100 метров, а в космосе 300-400. Следующие по ним аэростаты могли бы без труда извлекать с поверхности ресурсы, а для добычи ископаемых предполагалось использовать вездеходы с ядерными двигателями. Но стоп! Инженер Покровский, возможно, гений. Спорить с этим, конечно же, я не буду. И, быть может, его идея действительно когда-нибудь спасет всю планету. Но я вам говорю всегда, хотите что-нибудь хорошо спрятать, положите это на самое видное место. Так и в нашем случае спрятано то, что давно уже у всех на виду. Посмотрите внимательно. Разве описание термоядерного двигателя и плотин не напоминает вам уже давно существующий на Земле рельеф поверхности? Ничего похожего вы не видите? Возможно, советский инженер на самом деле нашел кое-какие документы о далеком прошлом нашей Земли. Может, даже инженерные чертежи далекого прошлого. Поэтому и предложил всем свой весьма смелый и грандиозный проект. Но что-то мне подсказывает, что все это уже когда-то было. И точно не бывает дыма без огня. Просто со дня старта нашего космического звездолета по имени Земля прошло так много времени, что человечество уже давно забыло напрочь о нем. Впрочем, почему забыло, не забыло. У многих народов планеты до сих пор есть мифы и легенды о предках, которые пришли когда-то к нам с далеких звезд. Во времена Советского Союза еще не было известно. Но теперь, благодаря сканированию НАСА, ученые знают, что под толстым льдом Антарктиды в самом деле есть некая огромная впадина, дно которой на 3 километра ниже уровня океана. Раньше считалось, что этот прогиб всего-навсего кратер от астероида, но на самом деле он вполне может быть искусственным и представлять из себя ложе древнего термоядерного двигателя нашей Земли. Если посмотреть на дно мирового океана на спутниковых снимках в Google Maps, то окажется, что его дно во всех местах расчерчено ровными линиями, многие из которых идут вдоль или поперек оси вращения планеты. Некоторые из них явно похожи на разрушенные временем древние гигантские плотины и искусственные запруды. Например, в западнее Перу находится огромный квадрат, одна сторона которого составляет 1200 километров, другая – около 900 километров. А еще восточнее находятся развалины гигантских строений, сторона одного из которых равна примерно 200 километров. Скорее всего, во время долгого космического путешествия Земли и ее океаны вообще были полностью исчерпаны, словно баки с топливом в автомобиле, а потом снова заполнены водой, взятой на какой-нибудь планете, которая стала своего рода заправкой для нас. К примеру, в мифологии европейских народов есть устойчивый миф о том, что когда-то между Марсом и Юпитером существовала планета Фаэтон, которая почему-то распалась, и теперь от нее остался только астероидный пояс. Возможной причиной этой катастрофы стали наши далекие предки, изрядно подзаправившиеся от Фаэтона, а остатки планеты просто рассыпались на части. Кстати, Земля могла дозаправиться и от Марса, а почему бы и нет? Еще одним доказательством того, что наша Земля могла путешествовать в космосе, может стать вечная мерзлота, возникновение которой ученые до сих пор объяснить не могут. Они пытаются хоть как-то доказать, что мерзлота, которая уходит вглубь Земли от 900 до 1200 метров и включает в себя огромные толщи подземных вод, которая могла возникнуть из-за глобальной катастрофы, в результате которой на сушу из океана были якобы вынесены массы метрогидратов, которые при разложении и вызвали такое локальное понижение температуры. Но обратите свое особое внимание вот на что. Вечная мерзлота, которая находится исключительно только в северных широтах, расположена аккуратно на носу нашего космического корабля, где атмосфера Земли во время движения должна была стать намного тоньше и куда, конечно же, должен был проникать космический холод. Напомню, что в космосе очень холодно, примерно минус 273 градуса по Цельсию. Поэтому такая холодина способна вызвать подобное промерзание Земли. Для тех, кто еще не смог понять, о чем я сейчас говорю, постараюсь пояснить проще. Представьте себе, вас привязали к носу летящего высоко самолета. Как мы все хорошо знаем, они летают очень быстро и высоко. На той высоте, на какой вы летите, находясь на носу снаружи, всего-навсего минус 40 градусов по Цельсию. Как вы думаете, когда вы превратитесь в вечную мерзлоту? Вот еще одно доказательство того, что человечество когда-то прилетело к Солнцу совсем от другой звезды. По всему миру постоянно находят огромные подземные убежища, которые высечены в скалах. Это гигантские рукотворные каменные убежища, например, в горе Хуашань, о сотворении которых ничего не знают китайские хроники. Загадочные пещеры Барабар в Индии, Гиппогейна Мальти, уходящие в глубины естественных пещер подземный город Деринкуй в Турции, который углублен на километры, а также рукотворные пещеры в Перу, туннели которых уходят под само дно океана. Даже в фантастическом китайском фильме «Блуждающая земля», если вы не видели, его советую посмотреть, неплохой фильм со смыслом. Во время путешествия людей на Земле в ледяном космосе сценаристы догадались спрятать всех землян в подземных городах. Так что, скорее всего, мы просто очень плохо знаем свое прошлое. И, наконец, мифы о наших звездных предках, которые существуют у разных народов планеты. Например, африканское племя Дагонов весьма волнует сторонников идеи палеоконтакта. Я вам об этом племени рассказывал уже много раз. Исследователи не могут понять, откуда у туземцев из Мали есть данные о спутниках Юпитера, кольцах Сатурна и невидимой звезде Сириус-Б, которая вращается вокруг звезды Сириус-А. Между прочим, звезды Сириус-А и Б один из самых близких к нашему Солнцу. Расстояние составляет всего 8,6 световых лет или 2,6 парсека. Поэтому наша планета, возможно, прилетела оттуда. И еще. Живущие в 10 тысячах километров от Мали-Чукчи искренне верят, что их предки родом со звезды Альтаир, на которой якобы когда-то жил их предок Пегетген. Между прочим, в созвездии Орла, в котором находится Альтаир, тоже есть двойная звезда Реда, она же Таразет. А уж мифы о летающих аппаратах и о богах, которые дарят туземцам знания, есть практически у всех народов планеты. Скорее всего, во время своего долгого путешествия некоторые поселения людей настолько одичали, что их пришлось просвещать заново. Именно этим и занимались те, кто еще хоть немного помнил свое прошлое. Как видите, я представил вам достаточно доказательств того, что наша планета могла быть космическим кораблем. Возможно, наши далекие предки уже однажды спасли все человечество от вымирания. Хочется в это верить. Но что будет в случае какой-нибудь катастрофы с этим Солнцем, возле которого мы давно припарковали нашу Землю? Хватит ли у нас ума, возможностей повторить нечто подобное и спасти свою планету и все человечество? Но что-то мне подсказывает, что этого никогда не случится и размышлять о спасении всей планеты никто никогда не будет. А может быть, я не прав и кто-то все же думает об этом? Увы, об этом мы узнаем только на пороге какой-нибудь глобальной катастрофы. Тогда, когда решать уже хоть что-то будет поздно. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока!